Приветствую вас всех, рад бач, ты будешь у вас. Такие обстоятельства, что чем дальше, тем реже мы видимся, к сожалению, не очень хорошие обстоятельства. Но надеемся, что будут какие-то улучшения, и в любом случае желаем вам и вашей стране мира прежде всего. Пусть Господь вас благословит. Давайте мы с вами поразмышляем над словами, которые записаны в Первом Соборном Послании апостола Иоанна, 2 глава, начиная с 12 стиха. Мы прочитаем 1 Иоанна 2, с 12. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили Лукаова. Пишу вам, отрыки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас. И вы победили Лукаова. Аминь. Очередной раз хочется сказать, что Библия, в принципе, Библия, она об отношениях. Она прежде всего о наших отношениях с Богом, и она о наших отношениях друг с другом. Конечно же, в Библии можно найти много исторических фактов. Конечно же, Библия нам открывает тайну мироздания. Библия нам приоткрывает завесу будущего. Но смысл всей Библии – это отношения наши с Богом и наши отношения друг с другом. И в этих отношениях есть свои какие-то законы, свои закономерности. Так, например, если мы хотим, чтобы любые отношения на любом уровне, они были стабильными, надежными, крепкими, то надо, чтобы эти отношения, они развивались, углублялись, расширялись. Если этого не происходит, то, соответственно, и такие отношения нельзя считать надежными. Те из вас, кто, может быть, в своей жизни видел, может быть, на семейных общениях вы когда-то смотрели лекции доктора Добсона, человека, который является специалистом в области семейных отношений, то он очень часто говорит о том, что брак, скорее всего, распадется, если первоначальная такая влюбленность, на основе которой люди принимают решение вступить в брак, если она не перерастет в более глубокие отношения, если она не перерастет в любовь настоящую, то такой брак, он, скорее всего, может распасться, а если он не распадется, то может случиться то, что вы можете наблюдать вокруг себя, когда двое людей, будучи в браке и живя под одной крышей, являются просто чужими людьми друг для друга. И то же самое в наших отношениях с Богом. Если эти отношения не развиваются, то человек либо со временем просто разорвет эти отношения и уйдет от Бога, что мы тоже можем иногда видеть в повседневности, либо будет то же самое. Человек будет называть себя верующим, но будет таким сам по себе, и Бог сам по себе, то есть человек живет своей жизнью, у Бога свои цели и интересы, и они не пересекаются, хотя человек называет себя христианином. Чтобы этого не произошло, вот этот текст, он как раз показывает такие этапы развития наших отношений с Богом. Здесь апостол Иоанн, он перечисляет 7 таких возрастных категорий, и даже при первом таком более-менее серьезном взгляде на этот текст, очевидно, что это не физический возраст. Это не физический возраст, потому что те вещи, которые он связывает с определенным возрастом здесь, они не обязательно присущи тому или иному физическому возрасту. Возможно, он говорит о духовном возрасте, тут уже тоже есть разные взгляды, различных толкователей на этот текст. В любом случае, мы с уверенностью можем с вами сказать, что все-таки этот текст, он показывает различные стадии наших отношений с Богом. И вот давайте мы с вами на эти стадии посмотрим, где-то попытаемся определить, на какой стадии находятся наши отношения с Богом, что нам нужно сделать, в какую сторону стремиться, как развивать дальше эти отношения, как их укреплять и расширять. Первая такая категория, которую, простите, Иоанн, он здесь пишет, он говорит, пишу вам дети. Пишу вам дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. И здесь вот такая характеристика начальных наших отношений с Богом. Дети буквально имеются в виду очень маленькие дети, такие, которые еще в жизни своей не очень-то руководствуются умом, а скорее всего больше эмоциями, впечатлениями и так далее. И вот это первые наши шаги в отношениях с Богом, когда мы приходим к Нему, и у нас действительно очень много эмоций на первом этапе наших отношений с Богом. Мы приходим на том понимании, на той эмоции, когда у нас возникает искреннее сожаление о том, что в нас самих, в нашем сердце, в нашей жизни есть грех. И мы тяготимся этим грехом, и когда мы приходим к Богу, то получаем прощение этих грехов. И вот этот груз, он просто спадает с плеч, и мы действительно испытываем определенную радость, облегчение и так далее. Мы готовы Бога благодарить, мы готовы этим делиться с другими людьми, как пришло это облегчение, когда Бог простил нам наши грехи. Но при этом всем, когда это происходит, мы где-то уже начинаем чувствовать, может быть, еще не столько понимать, ну, у каждого по-разному, но приходим к тому, что, как бы, отношение с Богом на этом не заканчивается. То есть, ну, вроде бы, у нас была определенная цель – получить прощение наших грехов. Мы пришли к Богу, получили прощение наших грехов, но мы начинаем понимать, что мы можем и дальше оставаться с Ним, и мы можем дальше строить с Ним отношения. И это совсем далеко не все то, что Бог может нам дать в нашей жизни. И вот это уже следующий такой этап, как здесь он характеризуется уже отрочеством, здесь он назван, когда написано, что «пишу вам отроки, потому что вы…» 13 стих, вторая его часть «пишу вам отроки, потому что вы познали Отца». И вот здесь уже приходит такое понимание, что Бог, Он не только судья, который будет судить мир, и перед которым страшно предстать, и желательно бы получить лучше Его прощение, чем потом оказаться на Его суде, но Он оказывается наш Отец. И вместе с прощением грехов мы получаем Духа Святого, который в нас производит вот эти внутренние изменения, рождение свыше. Мы ощущаем уже, что мы Божьи дети, мы ощущаем Его близость к нам, и начинаем понимать, что Бог – это Небесный Отец. И в этом отцовстве мы прежде всего видим Его любовь, Его заботу, Его покровительство, Его защиту. И нам это все нравится, мы готовы дальше это все принимать, развивать. И Бог открывается нам именно с этой стороны. Чуть-чуть дальше, возрастая в этом понимании, и вот в этих отношениях, мы начинаем понимать, что так как Он наш Отец, и так как Он имеет право, и будет не только нас защищать, хранить, благословлять, но Он будет нас и воспитывать. И как Отец Он будет ожидать того, чтобы мы как-то соответственно себя вели, и чтобы мы, являясь детьми, не позорили Его имя. И Он будет нас наставлять, Он будет нас учить, подавать пример, что Он и делает, и делал в течение всех веков. Он подает нам собственный пример, Он чему-то нас учит. И когда мы уже, немножко понимая, что такое, скажем так, хорошо и что такое плохо, все-таки при этом поступаем плохо, и не слушаемся Его, Он будет нас наказывать, и это привилегия Отца, и мы начинаем это понимать, и соглашаемся на это, на то, чтобы Он нас наказывал, потому что приходим к так же и пониманию того, что это тоже для нас благословение, это для нас важно. И вот так наши отношения с Ним возрастают. Мы понимаем, что Он наш Отец, и вот различные проявления вот этого отцовства, мы к ним приходим постепенно, и понимаем, что для нас это благо, это благословение, мы в этом развиваемся, мы строим именно отношения на этом уровне. Он Отец, а мы Его дети. Но Иоанн и здесь не останавливается, он говорит о следующей категории, называет их юноши, и об этом написано в 13 и в 14 стихе. В 13 сказано так, «Пишу вам юноши, потому что вы победили Лукаова, и я написал вам юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили Лукаова». Лукаова. Опять-таки, хочется сказать еще раз о том, что вот эти разделения на такие категории, возрастные, это достаточно условные. То есть мы в любом случае должны понять, что это то, что должно присутствовать в наших отношениях с Богом, и у кого-то это приходит более-менее равномерно, как-то одновременно, а у кого-то это приходит одно за другим, но это в любом случае должно присутствовать в нашей жизни, в наших отношениях с Богом. Так вот, что касается юношей, то здесь написано о том, что когда уже приходит некая такая зрелость духовная, то верующий человек, он уже не живет категориями «Боже, прости меня, и если я согрешу, снова прости меня». Он уже не живет той категории, о которой мы часто говорим, что грешу и каюсь, каюсь и грешу, и Бог дает нам прощение. И человек только и живет тем, что Бог его прощает. Но такой человек, приходя в определенную зрелость, он начинает понимать, что, может быть, хватит уже грешить, может быть, что-то нужно сделать с тем, чтобы не грешить, не просто получать постоянно Божье прощение, а что-то делать со своими грехами, может быть, с их остатками какими-то, которые еще есть в нас. И такой человек начинает искать силы, он уже, если он духовно возрастает, он их имеет в какой-то мере, он их еще ищет в близких отношениях с Богом, он ищет их наставление Божье и эту силу, он ищет в Священном Писании, и он это находит. Он это находит, и он начинает одерживать определенные духовные победы. И это уже становится не просто Божьи заповеди, они становятся не просто тем, что Бог извне дает нам. Он говорит, он ставит какие-то извне ограничения для нас. Но Божьи заповеди уже становятся какими-то, мы перенимаем их как свои личные принципы, мы принимаем их как то, чем мы будем руководствоваться в своей личной жизни, в своем поведении, в своих отношениях с другими людьми и так далее. И вот здесь сказано о том, что вы победили Лукава в 13 стихе, а в 14 сказано, каким образом это происходит. «Написал вам юноша, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас». Вот это вот Слово Божие пребывает в вас. Это то, что очередной, скажем так, этап в развитии наших отношений с Богом. Это то, когда, опять-таки, принципы Священного Писания, они становятся принципами нашей личной жизни, они становятся нашими личными убеждениями. Именно тогда они будут пребывать в нас. То есть, читая Священное Писание, пропитываясь этими истинами, мы постепенно приходим в тот возраст, когда мы мыслим не так, что я поступаю так, потому что мне по-другому нельзя, а я поступаю так, потому что я так понимаю, я так вижу, я так хочу. Я, возможно, когда-то и свидетельствовал, говорил вам о том, что пару раз один человек в свое время на работе, когда в колхозе еще работал, и когда, естественно, я не участвовал в выпивке и так далее, или еще в каких-то вещах, то один человек мне там говорил, «Сережа, выпьешь или не выпьешь?» «А, ну вам же нельзя». И вот этому человеку пытаешься объяснить, что многие вещи я в своей жизни не делаю не потому, что мне нельзя, а потому что я уже не хочу это делать. Я так понимаю, я так вижу, я вижу последствия этого греха, я понимаю в принципе, что это грех, я понимаю, что он отдаляет меня от Бога, и мне это неприятно, я этого не хочу, и поэтому я этого избегаю. Опять-таки, это не то, что мне уже кто-то навязал, или те рамки, в которые меня Бог поставил, а это уже мои принципы. Слово Божие пребывает в вас. И тогда, когда оно становится, слово его, слово Божие становится твоим убеждением, твоими жизненными принципами, ты получаешь определенную силу для духовных побед. И это вот тот этап, который тоже нам, которому нужно стремиться, и которому тоже нам, которого нужно достигать. Ну и, наконец, здесь сказано об отцах, и тоже очень интересно, дважды на них написано. Первый раз написано так. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала». Даже уже это определение Бога, которое есть в этом стихе, а мы еще почитаем с вами 14 стих, но даже уже это определение, оно сложно для понимания. Мы привыкли к физическому миру, в котором мы с вами живем, мы сами имеем физическое тело и так далее. Мы понимаем, что такое материя, мы можем прикасаться, ощущать, мы понимаем, как что-то производится, и понимаем, что у всего материального, кстати, в этом с нами сходятся даже атеисты, и у всего, что существует в этом мире, у всего физического, материального было начало. То есть, все то материальное, физическое, что существует вообще во Вселенной, оно имело свое начало. Было время, когда этого не было, но имело свое начало. Так вот, Священное Писание нам говорит, что когда вот это начало физического было, когда все только начиналось, Бог уже был, сущего от начала. Бог уже был. Это очень разнится с тем, что мы читаем об отроках, что вы познали отца. Вот как-то понятие отцовства для нас ближе, да, при всем том, что, может быть, наши отцы были несовершенны, но, в принципе, кто такой отец, и какой должен быть хороший отец, мы с вами понимаем. И как-то вот в этом плане нам лучше и легче Бога понять. Но есть определенные какие-то атрибуты Бога, есть какие-то определенные Божьи действия, которые нам сложно понять своим умом. Но при этом всем, если мы сближаемся с Ним, то все равно приходит какое-то познание Бога, какое-то понимание Бога. Те из вас, кто это в своей жизни, ну, как бы испытал, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Мы сейчас скажем чуть-чуть поподробнее об этом, но давайте перед этим посмотрим на 14 стих. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Вы познали безначального. Понять Бога, который не имеет начала. Вообще, насколько это возможно. Я когда-то в детстве попытался представить, а потом время от времени в своей жизни еще раз это повторял, делал. И когда я это делаю, я прихожу в определенный трепет. Что я имею в виду? Я пытаюсь иногда себе представить Вселенную и представить, как вот есть огромные расстояния, да, на там десятки тысячи световых лет. И все это пространство, там вот эти планеты, солнце, солнечные системы, все это, все это в огромном таком количестве. Но я себе думаю, ну, есть же какой-то край. Я себе представляю. Ну, пусть сотни тысяч световых лет. И мы как бы имеем возможность заглянуть туда. Мы заглядываем и видим, что конца нет. Пробуем еще там на сотни тысяч световых лет. И снова конца нет. И ты начинаешь думать, как это так? Как это так, что не существует конца этой Вселенной? И ты приходишь просто такой, ну, в какой-то трепет. И когда ты начинаешь задумываться о Боге, когда ты пытаешься Его понять, и вот определенные вещи, что Он безначален, тоже нет вот этого какого-то определенного начала, то это приводит тебя в какой-то благоговейный трепет. Но важен тут, может быть, не знаю, важен и сам этот трепет, это благоговение пред Богом, но важен прежде всего сам вот этот процесс понимания Бога, познания Бога. В этом наша привилегия нас, верующих людей, когда мы через какие-то отношения с Богом, когда мы с Ним проходим через какие-то жизненные ситуации, мы постепенно начинаем Его понимать. Мы постепенно начинаем Его понимать. И даже, может быть, где-то интуитивно ощущать, что чувствует Он. Потому что Библия на самом деле говорит о том, что Бог испытывает тоже различные чувства, Он есть Личность. Библия нам показывает и плачущего Бога, и радующегося Бога в различных обстоятельствах, гневающегося Бога. И человек, который с Ним идет по жизни, и где-то и ситуации, и ситуации, он проходит эти ситуации вместе с Ним, то постепенно приходит какое-то понимание Бога. И дальше ты уже имеешь, ну, даже, может быть, какую-то интуицию, когда ты понимаешь, что тот или иной поступок, то или иное слово, оно просто не понравится Богу, или наоборот, Бог это одобрит. И мы, как верующие люди, иногда уже начинаем заявлять такие, вот, делать такие заявления, что Бог хочет этого в нашей жизни, или Богу это не нравится, и так далее. И может быть, человек, который еще не достиг таких отношений с Богом, он может нас осудить и сказать, что немного ли ты на себя берешь, что ты говоришь, что вот Бог, он то или другое чувствует, или он хочет этого или другого. Но на самом деле ты понимаешь, что это не просто какая-то дерзость или наглость, или просто показуха какая-то, но на самом деле, если ты в своей жизни близко к Богу, то ты начинаешь его понимать, ощущать его. Вот это вот познание Бога безначального с его вот такими атрибутами непостижимыми, все-таки оно есть, и в какой-то мере оно нам доступно уже здесь и сейчас на земле. И все это вот в совокупности, что мы перечислили, вот эти расширения вот этих наших отношений, углубления этих наших отношений, оно будет способствовать тому, чтобы эти отношения были надежными. Ну, со стороны Бога они надежны всегда. Нам Павел пишет о том, что Бог остается верен. Важно, чтобы мы тоже оставались верными. И вот развитие этих отношений, углубления наших отношений с Богом нам в этом поможет. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы могли практиковать это все в нашей жизни, и пусть Он через это будет прославлен. Аминь.